Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Земля будущего Вымирание 2015 года После нескольких сотен тысяч лет эволюции и превосходства, люди были почти стерты с лица Земли. В течение всего лишь нескольких дней, инфекция превратила их в диких существ, без интеллекта. Они стали злыми и безжалостными. Через 9 лет после этого, мы находим небольшой городок, Хармони, покрытый многолетними снегами. Двое мужчин, давние друзья Патрик и Джек и дочь Джека Лу, единственные оставшиеся в живых. Тем не менее, они не общаются или даже не признают друг друга. Что-то ужасное произошло между ними, и глубокая неумолимая ненависть прекратила их дружбу давным-давно. Эпидемия Эпидемия 2013 год. Таинственная эпидемия мгновенно распространилась по планете. Теперь миром правит агорафобия, боязнь открытого пространства. Оставшиеся в живых люди прячутся под землей или внутри зданий. Главный герой – офисный клерк Марк. Внезапная эпидемия застала его на работе. Дома у Марка осталась беременная жена, которая должна вот-вот родить. Ему нужно вернуться к ней. Но как это сделать, если он не может выйти на улицу? Он начинает свой путь по подземным коммуникациям, перебираясь из подвала в другой подвал, из одного тоннеля метро в другой тоннель. Ему остается совсем немного. Он уже видит свою жену из окна соседского дома. Но перейти в него можно только по улице. Решится ли он на этот шаг? Меланхолия 2011 года События фильма разворачиваются в дни, которые предшествуют катастрофе. Первая часть посвящена свадьбе Жюстин, которая быстро охладевает к торжеству, чем вызывает непонимание близких и гостей. Героиней второй части является Клэр, сестра Жюстин. Вначале Клэр ухаживает за впавшей в клиническую депрессию Жюстин и одновременно страшится сообщение о приближении таинственной планеты Меланхолия. Постепенно, по мере приближения планеты, Жюстин и Клэр меняются ролями. Теперь паникующая Клэр нуждается в заботе. В отчаянии она с сестрой и сыном готовится принять неизбежное. Разделитель События фильма разворачиваются в подвале одного из зданий в Нью-Йорке, который стал своего рода спасительным бункером для восьмерых людей, когда город был разрушен в результате мощного взрыва неизвестного происхождения. Обиль зла 4 Жизнь после смерти 3D Элис продолжает свой путь в мире, поражённым вирусной инфекцией, превращающих людей в нежить. Героиня ищет оставшихся в живых, чтобы вывести их в безопасное место. Её смертельная битва с корпорацией Амбрелла выходит на новый уровень. Последний романтик планеты Земля Конец света близок, об этом уже объявили по радио. В сводках новостей сообщают, что на Токио сброшена бомба, по Парижу нанесён ракетный удар. Но Робинсон, кажется, не замещает всеобщей паники. Посреди этого кошмара он ищет девушку, которая стала для него наваждением и мечтой. В погоне за ней он мог погибнуть десятки раз. Ему ли бояться апокалипсиса? Он колесит по всей Европе, чтобы обнять её в последний раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Обитель Зла 3 Элис, не раз уже спасавшая мир от смертельных вирусов и неминуемой гибели, вновь взялась за оружие. На этот раз ей предстоит сразиться с корпорацией Амбрелла, работающей над реализацией зверского антигуманного проекта. Коварные политики и прагматичные учёные стремятся уничтожить людей и заменить их на более совершенное создание, заселив землю неуязвимыми бессмертными клонами. Рассвет мертвецов В то время как Америка содрогается от внезапного нашествия миллионов мертвецов, маленькая группа уцелевших людей пытается найти убежище и защиту в огромном здании торгового центра, но долго ли они смогут противостоять нападению зомби? Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова